здравствуйте друзья сегодня вот я хочу вам рассказать одну историю которая буквально вот совсем недавно случилось ну и показать эта история про коробку которую вот я несу с собой и показать что там у нас вот как видите еще зима снег лежит и сегодня самый холодный день последний в этой уходящей зимы ночью до минус 22 градусов я вот потихоньку решил переместиться в логово радио вандала уже пора как бы хватит в квартире там сильно не поработаешь грязище куча этому надо перебираться куда еще перетаскать все сейчас я вам расскажу историю сперва а потом посмотрим что там в коробке взял вот сходил себе кофеек в общем не обращайте тут внимание на стол это я работал тут немножко счетчики вот разбирал так чуть-чуть месяц меня вообще в принципе тут не было пару раз на за месяц всего был ну и давайте к истории в общем пару недель назад мне позвонили позвонил незнакомый номер я к сожалению не смог тогда ответить на работе был или на больничном может болел в общем пропустил я звонок ну потом перезвонил понял кто это звонил мне уже сказали что типа я уже как бы не нужен не нужен и не нужен прошло время и на прошлых выходных я решил опять проехаться по вот этим злачным местам где попадается радиоэлектроника ну и одно из мест было полигон табло ну или в простонародье свалка в общем приехал туда там сидят ребята работники чистят обожженную медь и костер горит ничего такого нету не оказалось самого начала ну как бы разговорился с ними и вот они начали рассказывать что примерно недели две назад были у них там радио детали чем приехала машина привезла там вывалила короче говоря битый бетон какой-то хлам и была одна там корид коробка один работник пошел забрать эту коробку как они собирают картон пластик ну и вытряхнул все с этой коробки чтобы ее забрать ну и оттуда как вы думаете что полетела полетели оттуда пакетики ну и радио детали новые он набрал себе сколько там смог сколько нашел потому что падала и на бетон и на снег все это дело и вот как раз они тогда получается и звонили когда я пропустил этот звонок он звонил ну него на через человека он там звонил вот ну и в общем стою с ними разговариваю как оказалось еще два человека успела там пособирать уже в снегу то что не собрал первый вот первый конечно поехал все сдал сразу же другому человеку вот эти духу этих двух осталось то есть и один горит поехали у меня горит там на проходной коробочка у как раз деталями покажу тебе посмотришь есть там чего интересное нет ну все садимся с ним едем на проходную он свои коморки там лазит 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 коробочки с радиодеталями нет короче ее утащили у него ну вот остался еще один человек я с ним тоже поразговаривал он говорит у меня не дома давая вечером подъеду оставь номер ну и как бы позвоню выйдешь посмотрим в общем настал вечер время примерно которое он озвучил когда должен подъехать конечно никаких звонков не было я уже подумал что ну все наверно вот ну где-то спустя час все-таки он позвонил я вышел и вот давайте посмотрим что я у него забрал он собрал уже там не знаю какой третий или второй со снега были вот такие вот пакетики видите новые детали по ходу был какой-то ремкомплект от чего-то этикеточка какая-то zip какой-то укладка вот три микросхемы 4 еще микросхемы 133 по-моему или какие они там идут короче новая одна подложка нижняя у них вот еще вот тоже также в пакетиках у всех по четыре микросхемы здесь три почему-то и вот одна такая то есть довольно неплохо вот 4 микросхемы вот еще тоже 4 микросхемы здесь микросхем нет но здесь две спешки 2 вот черные микросхемы вот еще три микросхемы и здесь 4 так ну и вот такие вот смотрите красота тоже одна подложка то есть все новое вот достались мне еще такие черные среди них тут разные короче маркировки но вот конкретно эти видите ножки желтенькие может не на всех но на каких-то я вот точно вижу вот есть микросхемы вот в коробке например а 170 такие вот все черные микросхемы в количестве не считал конечно их вот так прикинули всякие разные короче модели машина была я так понял они сказали с какого-то завода скорее всего разбирают куда-то видимо муж кто-то спрятал хотел вывести может еще чем короче говоря на свалку это все попало есть он по иные какие-то детали на основном микросхемы все новые запакованные даже какое количество их тут всяких разных вот и представьте вот сколько первому человеку досталось говорят он сдал вот таких вот микросхем вернее он сам говорит я с ним разговаривал откуда я знаю как бы все эти последовательности вот таких вот микросхем только вышло на 5000 ну конечно поперебирать еще посмотреть тут вот еще тоже микросхемы и вот еще но здесь позолоченные тоже есть вот диод транзисторы вот такие длинные ноги микросхемки 5 один вот из тех что мы там выбирали была пачка вот с такими вот но там были 601 все 84 или 5 года белое внутри то вообще ноги он длиннючие смотрите какие таких вот без подложек две штуки вот они все вот ну и что хотел еще сказать вот так вот взял бы я трубку представляете сколько бы еще всяких радио деталей мне удалось бы прикупить а я к сожалению почему-то упустил история конечно со свалкой там еще не закончилась еще на на будет видео одно я оттуда не этот раз уже следующий раз забрал 16 килограмм плат но они не там нет ни одной советской все импорт вот наверно выйдет следующем видео я даже пытался там поснимать но телефон сел через 40 секунд как я его включил почему такое вот видео всем спасибо за просмотр